Только один многофункциональный центр на улице Лежневской в прошлом году обслужил более 100 тысяч заявителей. Жители региона распробовали все удобства данной системы в обход кабинетов чиновников и томительных очередей. Услуга мне нужна, получить ситуационный план. Хотим проводить газ, подключать к дому газ. А сюда пришли, потому что мы много раз обращались сюда, очень быстро все удобно, хорошо обслуживают. В пятницу работу МФЦ глава региона проверил лично. Дело в том, что в прошлом году центр начал оказание услуг бизнесу. Зона из пяти окон обслуживает юридических лиц. Проконсультировали и губернатора. Я попробовал получить консультацию по вопросу получения поручительства фонда при взятии кредита. Получил грамотный, абсолютно полный ответ. Поэтому если человек не очень искушен в этих вопросах, то он для начала своей работы здесь все необходимое может получить. Можно открыть или закрыть ИП или ООО. Зарегистрировать права для организации, поставить недвижимость на кадастровый учет. А всего более 50 услуг. Анастасия рассказывает, за рабочий день минимум 20 человек проходят только через ее окно. У юридических лиц очень объемные услуги. Поэтому долго обслуживаем. Но опять же все зависит от услуги, конечно. Если это алкогольная продукция, то это буквально 15 минут. Если регистрация права, то ИПО часа может занять. Сейчас МФЦ осуществляет прием документов по 101 услуги. Губернатор поручил перечень расширять. И вот буквально со следующей недели центр вводит две новые операции, которые, уверена руководство, будут востребованы у граждан. С 1 февраля у нас вводятся в связи с изменением законодательства новые услуги. Это выдача водительских удостоверений взамен либо утерянных удостоверений. То есть, если вновь необходимо водительское удостоверение, то это только ГИБДД будет выдавать. И выдача общегражданских внутренних паспортов. В ближайшей перспективе прием документов на выдачу гектара на Дальнем Востоке бесплатно ивановцам. Также губернатор поручил проработать вопрос о возможной выдаче загранпаспортов тоже через МФЦ. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Продолжение следует...